Уважаемый господин председатель, уважаемые члены Совета, за шесть недель с момента моего последнего брифинга Совету 26 января произошел ряд существенных событий, которые касаются конфликта на востоке Украины. Основным из этих событий было подписание трехсторонней контактной группой и представителями повстанцев комплекса мер по осуществлению Минских соглашений 12 февраля в Минске. Это соглашение стало результатом неустанных дипломатических усилий канцлера Меркель, президента Холланда, президента Порошенко и президента Путина и является дорожной картой для прочного мира на востоке Украины. Признавая этот факт, 17 февраля Совет Безопасности единогласно утвердил резолюцию 2202 и тем самым предоставив мирному процессу на востоке Украины обязательные международные рамки для того, чтобы и далее задействовать стороны в поиске долгосрочного решения этому конфликту. Однако, когда мы собрались в этом зале в тот же день, бои в Дебальцево достигли пика. Сотни даже, может быть, тысячи невинных гражданских лиц оказались под перекрестным огнем. Как посол Таггамини, подписавший соглашение 12 февраля, заметил в Совете 27 февраля, нападение повстанцев на стратегические районы является явным нарушением того соглашения, которое они подписали за пять дней до этого. С 18 февраля, по всей видимости, ситуация стала более спокойной. Однако, как нам всем известно, прекращение огня остается нестабильным, пока оно еще полностью не укрепилось во всем регионе. Отдельные нарушения зачастую возникают, включая на юге около Мариуполя и вновь около Донецкого аэропорта. Специальная миссия по мониторингу ОБСЕ ввела мониторинг за некоторым отводом тяжелых вооружений от конфликт-нини и соприкосновения. Но из-за недостаточного доступа и свободы передвижения специалистов по мониторингу миссия не смогла проверить действительные объемы этого процесса. Пока еще необходимо, остается получить основную информацию относительно инвентаризации, предоставляемой сторонами, маршрутов вывода и мест хранения оружия. Согласно Минским соглашениям, полный беспрепятственный доступ должен быть предоставлен ОБСЕ. И вывод, отвод тяжелых вооружений должен начаться как можно быстрее, быть транспарентным и всеобъемлющим. Мы осознаем, что не удастся достичь существенного прогресса на политическом направлении, если не будут выполнены предварительные условия, такие как прекращение огня и отвод тяжелых вооружений. История этого конфликта научила нас тому, что окно возможностей для того, чтобы эти процессы стали необратимыми, ограничено. Господин председатель, уважаемые члены Совета, Восточная Украина по-прежнему остается в подвешенном состоянии, пока мы ожидаем полной реализации Минского комплекса мер. Путь, который нам предстоит проделать, сложен, но очень важно, чтобы все заинтересованные стороны четко выполняли бы и в духе доброй воли начали бы имплементацию этого соглашения. Мы приветствуем продолжение усилий лидеров России, Украины, Франции, Германии, а также критически важную роль, которую играет ОБСЕ. Уважаемые дамы и господа, мне также хотелось бы вас сфотографировать с этой возможностью и вкратце остановиться на заявлении президента Порошенко от 17 февраля, в котором говорится, что Украина попросит возможное развертывание миссии согласно мандату ООН на Украине. После этого министр иностранных дел Украины Климкин провел дискуссию с генеральным секретарем ЗГС Лацусом и со мной по этому вопросу. Мы сообщили министру иностранных дел, что это решение членов Совета, и секретарь последует решению Совета. На постоянный сегодняшний день официальной просьбы от Украины не поступило. В том, что касается брифинга ОБСЕ Совету 27 февраля, а также призыва к ООН сделать большее, секретариат продолжает тесное сотрудничество с ОБСЕ для того, чтобы понять, что еще можно сделать для того, чтобы помочь ОБСЕ в осуществлении сложного и комплексного мандата. Спасибо, господин председатель. Я благодарю господину Апельфана за его доклад.